всем доброго дня сегодня очередное утро и мы в очередной раз наши команды выходные и мы решили отправиться в каком-нибудь интересное место и опять же мы дикие туристы не хочется идти по шаблону да по местам заточенным по туристам и когда нам говорят какие-нибудь замечательные города как валенсия ликанты и показывает что мы там должны есть что мы там должны пить не нравится а мы хотим просто а приехать в страну и увидел своими глазами соответственно берем вас собой и покажем вам сегодня мы выезжаем город валенсия и покажем валенсию нашими глазами предположим мы не заходили в интернет не смотрели что это за замечательный город и не смотрели что в него можно посмотреть почему если я приезжаю барселону никогда не смотрю ни один путеводитель я там по месту сориентируюсь по людским потоком по всем указателям которые есть на улице поговорю с прохожими и я увижу этот город и узнаю чем он хорош вот если в нем есть что смотреть это найдешь без подсказок и без всяких там прекрас поэтому мы как обычно в дикую выезжаем я думаю какое-то приключение мы себе точно сегодня организуем так ехали мы валенсию что прикольно пока пять полос нет таких пробок конечно как в москве но вот пять полосочек здесь вот есть и нет ориентиров если даже по вильнюсу допустим там уже или латвии едешь я точно вам скажу где старый город а где центр здесь как бы так на ощупь идешь такая свалка хай-тека и каких-то кирпично старинных домов в целом не сказать что он городишко позитивный но фонтанов много аль много и памятников много все памятники такие трудно назвать памятниками они такие очень странные скажем памятники и очень странные фонтаны самая большая косяк это парковка на парковку искали почти час я не знаю где-то там на ошибе в каком муципальном районе вот около мусорника стройка идет поставили свой бусик с парковкой нам учитесь сто процентов ну а теперь будем изучать город пошли гулять по городу в самом центре натыкаешься на такую штуку это амфитеатр и там внутри происходит кориды конечно же хотелось бы посмотреть на кориду но мы приехали валенсию на один день поэтому нас не получится зато сможем показать как выглядит амфитеатр пошли погуляем по нему и здесь центре уже можно посмотреть куча хороших зданий смотрите амфитеатр и пошла уже необычная архитектура советского союза звездочки на шпилек видите не знаю для чего но архитектура она не похожа а может быть похожа на барселонскую но такая есть только в испании и чувствуешь себя немножко не своей тарелки потому что нет каких-то граней линий силуэтов которым ты обычно привык еще один огромный большой плюс валенсии это то что здесь очень много институтов и здесь очень много красивых людей девочек мальчиков очень много молодежи и город от этого становится живее вот такого нету на коста бланке там где пляже там основном бабушки пенсионеры дедульки и другие эмоции а здесь город он такой оживленный очень много молодежи сразу за колизеем этих находится станция но эти станции они все древние как правило он как любой вокзал старинный хотелось бы конечно зайти внутрь и посмотреть пошли посмотрим как выглядит их не железнодорожный вокзал при входе на вокзал с какой табличкой то есть на русском написано табличка при входе валенсии не знаю почему откуда она но если кто знает может посоветуйте расскажите как выглядит офигенно потолок здесь кессонов потолок сводчатый да такой и балка как голландская а внутри эти полукруги выложены мозаика я такую технику вижу только здесь и это действительно испанцы право это очень красиво фишка такая что примерно как там киевский вокзал допустим москве до или допустим антверпенский или парижский или амстердамский они примерно и вот изготовлению всех одинаков но у каждого есть своя фишка какая знаете как выглядит паровозики поездали которые это невысокоскоростные которые разлетаются оттуда уже во всей европе так за моей спиной улечка и вот я восторгаюсь этими зданиями которые я вижу они действительно шикарные архитектура просто вот как в барселоне гуляешь только здесь она по моему еще такая напыщенная и стилей и приколов таких вынос мозга если вы хоть немножко занимаетесь интерьером дизайна или увлекаетесь архитектурой надо ехать валенсию чтобы все это смотреть это реально круто ребят набрели на какую-то площадь здесь вообще вот стоишь и любуешься просто этими это реально замки такие просто башня башня в башне еще над башней башню сносит когда смотришь на такую архитектуру все настолько круто настолько эффектно то есть просто гуляя по валенсии можно получать оргазм от зданий на которые любуешься это кайф это то что нет у вас дома это то что вы раньше не видели и это то что не вкладывается в вашей голове в понятие архитектура что так можно такие здесь воды полукруглые арки здесь ну нашими мозгами когда человек живет в нашем современном мире ты понимаешь что вот все это построить ну просто невозможно потому что не дадут тебе сделать это не архитекторы не технологии не нормативы и вот это наследие действительно такого всемирного достояния и нужно ходить здесь и просто наслаждаться гуляя по этой улице ты впитываешь эти элементы которые можешь потом своей жизни где-то в дальнейшем применить то есть хочешь ты сделать себе элементарный ремонт квартиры до или построить дом будущем или кому-то что-то посоветовать или еще что-то а в голове для этого должен быть какой-то банк идей и вот здесь ты ходишь и бесплатно просто воруешь эти идеи фотографируешь на фото откладываются у себя в голове в памяти от этого ты становишься более всесторонне развит вот для чего надо ехать в валенсию вот это прикол даже если вы зайдете самую ушатанную подворотню она все равно будет симпатичная если он будет красиво и дом масса элементов которые вы встретите пожалуй только здесь так что прогулка по валенсии в любом варианте это хорошее развлечение полезное а казалось бы зебра на перекрестке может удивить вас здесь может смотрите как нарисована зебра полукругом где-нибудь еще такого встречали вот даже простая какая-то ну такая вечно который в природе даже не обратишь внимание здесь тоже на прикольно мы сами вообще-то из латвии у нас есть две тысячи памятников деревьев в ад если кто не знает по крайней мере советском союзе был такой реестр а здесь я не знаю сколько этих деревьев но мне кажется любое дерево которое растет на территории испании она уже уникально потому что вы понимаете что эти деревья растут не в земле они растут скальной породе то есть на глубину больше 30 сантиметров вниз только скалы и здесь нету чернозема нету земли как могут вырастать такие деревья гиганты это вообще нереально из этих деревьев большое множество как прикольно они сочетают памятники архитектуре и деревом вот посмотрите как красиво даже не знаю какому мужику это память наверняка достойному гражданину валенсии но вот так вот вписать его лаконично ну между бабам я так надеюсь правильно это дерево называем выглядит шикарно и это в центре города вот такой скверик потому что жара здесь напомнит 45-50 градусов на солнышке и вот сюда люди приходят немножко прилагнутся отдохнуть посидеть в теньке очень красиво смотрите какую уникальную фишку мы здесь нашли так ребята за моей стеной находится бабам что у него интересно дерево как дерево казалось но от него ответка растет не наверх растет вниз если вы посмотрите вот внимательно на мою руку то это корень и когда этот корень достигнет земли то из него будет расти новый ствол это вот уникально но эти деревья размножаются вот эти ветки это корневая система для других будущих деревьев представляете как они развиваются здесь есть памятник одной ветки но не памятник она огорожена где удачно это случилось то есть она буквально корни опускает скальную породу и начинается новая жизнь смотрите вот где находится специально аккуратненько если заборщиком такими любезными то есть если посмотрите то ветка опустилась вот туда вниз и она дала жизнь новому дереву это случилось не где-нибудь там в джунглях в Африке а прямо в Валенте в центре города это их не годность они про это пишут подсказывают знаете как уникально я удивлялся как это огромное дерево может выжить в скальной породе вживает радует всех дает крону такую которая позволяет всем быть в теньке и дает вот такую новую уникальную жизнь представляете насколько живучее дерево ну разве не чудо этот город в Валенте пошли гулять дальше опять набрели на очень интересную улицу я бы назвал ее архитектурный оргазм то есть примерно километра полтора на в длину каждое здание настолько уникальное настолько красиво что просто восторгаешься как такое можно было сделать что это за мозги что это за монстры дизайна над этим работали это просто ну что-то из ряда вон и сейчас прогуляюсь и просто получу наслаждение от этой архитектуры испанцы забирают свои слова назад вы красавцы по крайней мере те испанцы которые это строили примерно расскажу как я гуляю по Валенте я поворачиваю в какую-либо подворотню не знаю языка не зная архитектура стиле а датировку здания вообще ничего не знаю я просто плыву и попадаю вот в такие вот архитектурные оргазмы и они такими волнами такими порывами года там 1400 1600 1800 1900 здесь нет двух одинаковых дверей нету двух одинаковых домов нету двух одинаковых окон и здесь такое количество стилей говорят что у нас в латвии старой риге есть все стили и я как бы но не совсем дикий если я живу в старом городе в риге да я как бы знаете места знаете стили но здесь для тебя все начинается заново здесь настолько все круто просто его ничего не нужно просто идешь гуляешь по городу не нужно тебе лишней информации в голове зашли в такую лавочку где продают старинные плакаты и книжки на всякую фигню ну например вот лак от которому пока который предлагал в восьмидесятом году допустим на кориду стоит 2 евро просто для прикола если кто-то опять же занимается интерьером дизайна то такие вещи здесь действительно офигенная вещь здесь куча всяких репродукций и многие виды там 905 года еще какого-то такая своеобразная антикварная лавочка но это антиквар именно картин и плакатов здесь такую изобилие ну просто вау прикольно опять же если для интерьера это интересно мне наверно интересно какую-то поставить картинку в кабинет или еще куда-то попробуй здесь даже присмотрел понимаем что мы находимся в климте где на прямом солнечном луче плюс 60 валенсии везде это правильно стоят вот такие штучки красивые нажав на кнопку нажимаем льется водичка которую можно попить или сплоснуть рук или еще что-то нереально жарко и у кого есть там какие-то осложнение со здоровьем и на жару реагирует как-то болезненно имейте ввиду что не нужно ездить в испанию мне знакомые просто приехали сюда и получилось так что у них там астма и она обострилась и люди не отдыхали от нас мучились то есть в испании помимо полезных вещей есть еще и противоположи обратил внимание на кухню что они предлагают вот эти вот все ребята они предлагают как правило либо итальянскую спагетти паста да а либо паэлью ну и то что раскручено и заточено по туристу мы как правило питаемся где-нибудь в китайских турецких ресторанов во-первых недорого во вторых там пищи которые нам понятны для экзотики нужно попробовать паэлью плов он и в африке плов постараюсь не устать говорить что куда бы я ни зашел валентий везде мне архитектурный оргазм я просто в восторге от то как исполнены работы из металла на местном базаре это просто это просто жесть это просто жесть а вот но сейчас посмотрим чем они все-таки торгуют конечно же он должен быть старинный и древний то есть зайти на этот рынок я думаю это целая кулинарная история пошли посмотрим чем же торгуют местные ребят на смену архитектурному оргазму приходит кулинарный я просто любитель хамона а по предыдущим роликам это можно видеть я попал в рай кончиками все очень просто самый дешевый хамон они города да можно купить за 25 евро самый дорогой который я видел тысячу четыреста тридцать евро ну это целая история целый фильм снимать о хамоне обрел на лавочку где коллекционное бельгийское пиво два ряда вы просто шва я большой поклонник бельгийского пива и это магазин бельгийского пиво 380 видов прямо на месте нужно взять и попробовать рыбный рынок но поскольку мы пришли в обед они закругляются слишком жарко они собирают вещи у них сиеста сиеста ну что тогда осталось примерно процентов 5 я так вижу колки уже все пустые смотрим что здесь есть он еще все живые смотрим а мара из прикола то что здесь практически вся продукция живая и утром поймали до обеда надо продать то что они продали отдают более дешевые магазины огромный рынок огромный но он закрывается поэтому вот полный клево не покажу и видите тут все уже может учиться но зато он есть и я представляю что здесь момент я вам открыть поиска дешевую еду конечно же у базара здесь все свежие все дешевенькое между прочим санте санитарии полный порядок у них жара они с этим не шутят и к этому относятся очень серьезно первый раз за все время что я нахожусь в испании я вижу поэлью порцию за три евро с половиной минимум за сколько можно поесть среднем от 12 евро на человека на персун а здесь за три с половиной евро и она 12 видов сейчас покажу включает голубцы и паста ну все как положено но повторюсь это уличная еда три с половиной порции в ресторане 12-15 евро ребят есть такое словосочетание честное знаете честный там забор честный компьютер а это честная паэлья показываю честную паэлью во первых она подается на такой соломенной салсеточки она прямо в сковородочке и только что подогрели не взяли откуда-то в гриле данном или в микроволновке а ее прямо подогрели как положено на горячей сковородочке не здесь мы что можем видеть здесь мы можем видеть криве . можем видеть нити можем видеть какие-то три вида ракушек и если покопаться я думаю все это должно быть она стоит три с половиной евро под валенсии я поел впервые паэлью за три с половиной евро не удавалось мне поесть меньше чем за 12 евро и так обязанностями обошелся полтора евро пива и три с половиной евро вот такая штука я думаю это очень приятно валенсии валенсийская паэлья примерно 2 часа дня и у них как раз то время когда самый пик 40 градусов на улице и вот я гуляю практически вас наш игру все один не сидят они на улицах не скверах на лавочках прячутся от жары страшной жары в домах и если и гуляют люди то это будет только турист однозначно опять попал какое-то интересное место какой-то мост такой и проявляционные потому что с речками у них тоже напряг слишком жарко искусственный водоем чтобы люди могли прийти охладиться то есть ветерок такой бриз дует здесь вот такой подоемчик и на мосту как-то так более-менее прохладно прогуляемся немножко сейчас идем до буса и наверно хватит на 40 градусной жаре мы пришли километров 15 воодушевились валенсий год прикольный единственное надо такую фишку тоже помнить что если вы были допустим барселоне и были вну предположим там в день и в бенидорме да то потом все остальные города они дублируются они примерно будут на одно лицо для вас для европейцы или там россиянина а вот то есть если вы приезжаете в какой-то один год он сначала прям ваха круто то есть сказать что здесь какие-то вещи там как с оградой до фамилии в барселоне еще что то есть мы не нашли в целом приезжать стоит звучит ты как аликанта валенте хочется в эти города попасть и то что мы туда приехали мы не жалеем довольно симпатично довольно прикольно и конечно же будь вы моим другом я порекомендовал вам по приехать не так уж это и дорого и еще раз говорю отсюда ты уезжаешь воодушевленный ты действительно увидел и каких-то там кулинарных шедевров да и какие-то архитектурных изысков и просто ментальность их отношение ко всему этому запомнил и ты с этим багажом знаний едешь к себе в город и попытаешься тоже когда-то это реализовать о культурный обмен идем в свой бусик наверное еще возьмем какую-нибудь один этот тончик и на этом все едем домой ну что гуляли по валенсию узнали хорошо есть бесплатный музей как-то бесплатный музей это военные техники зайдем музей военной техники жара потому что под 40 но немножко охладиться и посмотрим что здесь хорошие приятно то что платить не нужно до поля ваша пошли приятно то что прохладненько например таком то где собраны все снаряды и пули пронумерованы прокалиброванный каких только нет от военных морских до пистолетов автоматов еще что здесь интересно интересно пушки реально пушки там 900 какого-то года и начиная современных уже крылатых ракет станочки на которых изготовляли компасы для измерения давления например тоже очень интересная коллекция штык ножей ножи морские кортики сабли какие-то а вот еще салют и прикольники все флотские грубые сабли сколько я понимаю есть холодное оружие и горячее уже тоже имеется сейчас идут на эти количество пулеметов которые находятся самой спиной примерно 100 метров и здесь тоже собранные от простых корабельных до простых интересное количество рибольверов и пистолетов которые есть любого производства бельгийского российского испанского голландского от старинных до 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 400 евро 400 евро это просто 400 евро и все есть ружья в том числе уникальный не военный к сожалению не похвастаюсь а экскурсовода у нас нет у нас опять дико экскурсия есть интересные такие вот ружья как револьверы тоже приклад есть конечно же испанский вот такие древние ружья тоже интересные ну и любителю оружие конечно есть чем заняться по эсэцки искупили все ты давай аккуратненько на камеру снимаешься ребята в каком состоянии это военная техника старинным просто хочу позавидовать испанцам так отреставрировано любовно это военный штаб не помню какого года умничать не буду ну вот так мы выглядим вот действительно порадовали пушечки в каком хорошем состоянии такое ощущение как будто бы всю жизнь на складе стояли и вообще резина даже нигде не потерта то есть состояние военной техники не как я обычно видела какое-то полуржавое и убогое а все в идеальном состоянии действительно круто ну что нравится что это место бесплатно всегда люблю бесплатно и нравится то что мы здесь спасаемся от жары и проводим время надо сказать увлекательно действительно очень интересные раритетные вещи нравится состояние в котором здесь находится все что здесь есть это не пошарканное или убитая но скорее всего половина из этого копии конечно же на состоянии у всего идеальное вот это очень приятно так музей имеет два этажа на первом этаже тяжелое вооружение танки вертолеты и машины средств индивидуальной защиты мне здесь появлялась например коллекция противогазов и как был испанец они испанец даже нервис как был защищен от газов и противогаз на лошадь увидел впервые знаете как выглядит а также вся точная техника начиная с того что как солдаты гнали спирт для того чтобы использовать его медицинских целях для бейсбаливающих всякая химия дорожная как выделено полевая лаборатория вот ну и масса всяких вещей самые интересные композиции находится на верхних этажах сожалению видео фото там сказали прервать мне потому что снимать можно только на первом этаже на верхнем даже нельзя и там самые эксклюзивные самые интересные а там есть что посмотреть действительно музей интересный так что будьте валенсия посетите военный музей бесплатно как я говорил нам не разрешили снимать везде там где мы снимали там разрешили я сейчас просто покажу как выглядит военный музей с его экспонатами то есть смотрите за моей спиной вот эти вот все огромные казармы они все забиты экспонатами вот это все является музей военной техники валенсии представляете какой огромный просто бывшая военная часть здесь плац такой здоровый и вот это вот все помещение забиты просто всем здесь абсолютно все здесь есть там не знаю 18 века оружие до последних натовских броневиков и все виды гранат лимонок все медицинское оборудование все-все-все одежда знамена флаги абсолютно все то есть все что касаемо словом милитарь и военная здесь есть все тоже ребята все хорошее имеет свойство заканчивается и все что не заканчивается имеет продолжением другого пути заканчивается наша работа в испании и вот отсюда с этого вечно не спящего города города тусового города развлечений города где море позитива мы начинаем свой путь обратно домой